Добрый день, друзья! Сегодня поговорим с вами о воспитании наших детей, о родительстве. Трудно мне говорить это в теории и говорить, не чувствуя вашей реакции, ваших глаз. Мне больше нравится об этом говорить на семинарах, когда можно практически как-то применять свои знания, умения, навыки. Ну, ничего страшного, сегодня мы будем без практических занятий, хотя хочу сказать, что это очень интересно, когда пытаешься какие-то вещи не просто говорить, объяснять, но когда еще проигрывать их. Очень интересно. Но сегодня мы ограничимся немножко теорией. Или мне бы хотелось с вами поделиться теми знаниями, тем опытом, который я имею. Я сейчас не хочу говорить как скучный теоретик, который изучает педагогику, который изучает детство, взаимоотношения между родителем и ребенком, воспитание или обучение детей разным навыкам. Ни в коем случае. Мне сейчас очень хотелось бы поделиться с вами именно тем, что у меня есть как мамы воспитывающих своих детей. У меня две дочери, одной 19, другой 8 лет. Да, нет, мальчиков нет. Да, мне бы очень было бы интересно, если бы в нашей семье был бы мальчик, потому что как-то все, что я приобретаю, это все девочки. Но с мальчиками, я думаю, совершенно что-то по-иному, но основное, оно все равно то же самое. И вначале мне бы хотелось прочитать вам, ну как сказать, не то, что заинтересованности, а мне очень нравится такой интересный философ, писатель поэт 20-го столетия. Это Халиль Джебран. Халиль Джебран писал очень интересное произведение, и я читала одно из его произведений, оно называется «Пророк». Был такой учитель, пророк, которого придумал Халиль Джебран, и к нему приходили люди из его деревни, из соседних деревень, и они спрашивали, он был очень мудрый, поэтому его назвали пророком. Он был мудрый, он имел многие знания, и его знания, они как бы помогали людям прожить в то время. И люди из деревни приходили и задавали ему вопросы об интересующих их темах, о любви, о семье. И есть такая глава, она называется «Детях», простите. И вот к нему приходят люди из деревни и спрашивают его о детях. И вот что говорит он, Халиль Джебран. «И просила женщина, державшая ребенка на руках, скажи нам о детях. И он сказал, ваши дети не дети вам, они сыновья и дочери тоски жизни по самой себе. Они приходят благодаря вам, но не от вас. И хотя они с вами, они не принадлежат вам, вы можете дать им вашу любовь, но не ваши мысли, ибо у них есть свои мысли. Вы можете дать пристанище их телам, но не их душам, ибо их души обитают в доме завтрашнего дня, где вы не можете побывать даже в мечтах. Вы можете стараться походить на них, но не стремитесь сделать их похожими на себя, ибо жизнь не идет вспять и не задерживается на вчерашнем дне. Вы – луки, из которых ваши дети, как живые стрелы, посланы вперед. Стрелок видит цель на пути бесконечности, изгибает вас своей силой, чтобы стрелы летели быстро и далеко. Пусть ваш изгиб в руке стрелка станет вам радостью, ибо как любит он летящую стрелу, так любит он и лук, остающийся на месте. Вот так интересно. Не будем сильно затрагивать личность Халили Джибрана, хотя многие говорят, что он был очень интересен своей философией, своей позицией на жизнь. Он принимал христианство в своей жизни, и он очень был заинтересован темой. Не могу ничего сказать, но для меня лично в этих строках прослеживается несколько идей. Первое, что есть тот, кто стреляет, стрелок. Есть лук, который изгибается, и есть стрелы, которые посылает стрелок благодаря этому луку. Стрелок – это Господь, это наш Бог, который дает нам стрелы, мы с вами лук. И стрелы – это наши дети, наши дети, наши внуки, наши племянники, вообще дети. И благодаря нам мы посылаем эти стрелы вперед. Стрелок любит и стрелы, и лук. Тут очень много разных мыслей. И вот хотелось бы сейчас поговорить о том, что когда Бог дарует нам наших детей, то Он, конечно же, в первую очередь возлагает на нас ответственность. Я думаю, у каждой из нас на разных этапах, в самый главный этап, когда у нас рождается ребенок, рождается малыш, и вообще у всех родителей возникает чувство ответственности за своих детей, за своего ребенка. У нас есть это понимание, что эта маленькая жизнь, которая появилась у нас, она заслуживает заботы и ответственности с нашей стороны. Конечно, когда детки, они маленькие, то тогда наша позиция ответственности, она сама по себе очень высока, потому что они хрупкие, они нежные, они сами не умеют ничего делать, они не могут сами, ну, кушать разве что, да, могут, и плакать громко тоже могут. Но, а в принципе, да, они не могут о себе позаботиться, они не могут пойти, куда нужно пойти, они не могут одеться, они не могут раздеться, многих вещей не могут. И тогда мамы и папы, мы сейчас не говорим какие-то асоциальные моменты, не затрагиваем, да, когда родители, они отказываются от детей или не заботятся о своих родителей. Нет, мы сейчас говорим про себя, про меня, про вас, да, и тогда мы заботимся о наших детках. Вот они у нас маленькие, мы не заботимся, чувствуем громадную ответственность, мы готовы покупать им самое лучшее, давать им самое лучшее, вставать ночью, да, меняться друг, папа, мамы, бабушки, дедушки меняются, чтобы заботиться и оберегать. Это маленькое создание. Мы это делаем изо всех сил. Конечно, у нас бывает по-разному получается, но потом, когда ребёнок, он подрастает, когда становится более самостоятельным, то тогда чувство ответственности, оно потихонечку у нас вместе с чувством тревоги, которое нам, ну, даёт, да, это чувство ответственности, оно, этот градус этот начинает понижаться. И дальше уже мы понимаем, что мы не можем за этим ребёнком, более повзрослевшим, да, более взрослым. Иногда мы даже, как бы, у нас дети, они растут-растут, и мы раз, раз, да, бывает так, слышишь от некоторых родителей, они так, как бы, знаете, опомнились. У них как будто так период жизни их детей вырезан, лет так 10, а они так раз смотрят на своего повзрослевшего подростка, молодого человека, 15 лет, и они так вдруг понимают, что им нужно воспитывать этого ребёнка, да, приходят в себя и не знают, что с ним делать, потому что то, как они это делали, когда он был младенцем, сейчас они уже так не могут заботиться о своём ребёнке или его воспитывать. Поэтому, конечно же, нам обязательно нужно в этом вопросе быть благоразумным. Что я вкладываю в это слово благоразумие? То есть нам нужно самим быть, уметь учиться и уметь вкладывать свои силы для того, чтобы понимать своих детей. Есть две вещи для того, чтобы нам налаживать отношения с нашими детьми, воспитывать, дисциплинировать их, да, это нам, это первое, это понимать самого себя. Ну, кто я такой есть? Кто я, да? Я там, я, ну, про себя говорю, да, я Юля, я жена, я мама, да, там, я служитель в церкви или ещё что-то. Я понимаю, кто я и что я могу делать. И второе, это понимать своего собственного ребёнка, знать его. Если я это понимаю, то тогда я начинаю вкладывать свои эмоции, свои какие-то приобретённые знания, навыки. И даже если у меня их нет, то я тогда начинаю что-то делать для этого, для того, чтобы они у меня появились. Что-то читать, где-то развиваться, кого-то спрашивать, да. Ну, сейчас вот есть интернет, и это очень легко делать. То есть можно там загуглить, там, или, я не знаю, посмотреть, найти, найти очень много семинаров обучающих, очень много хороших психологов, педагогов, очень много классических, да, педагогов, которые вот эту вот науку они возродили, да, они её поставили, возродили. Очень много информации, которую можно научиться, из которой можно научиться понимать ребёнка и как его нужно воспитывать. Конечно же, существует очень много мифов, что если, например, что если я буду много знать и буду много читать, и буду иметь много информации по воспитанию детей, то у меня вырастут воспитанные дети, да. Нет, конечно же, мы все прекрасно понимаем, что можно знать очень много, но если это не уметь как-то воплощать, практиковать свои собственные жизни, то, конечно же, это у тебя может не получиться. Это просто миф, что одна информация, которая у тебя есть, она может тебе помочь. Раньше вообще было, ну, сейчас, так как информационное поле, оно очень широкое, можно почитать, поискать, повыбирать. Раньше, конечно, его было не так достаточно много. Я сейчас именно говорю о христианской среде. Нам возможностей, да, было предоставлено немного. То есть первая, так скажем, одна из крайностей, да, это то, что нужно дисциплинировать, да, детей. То есть их нужно обучать и дисциплинировать. Причём в это понятие дисциплинирования вкладывалась именно теория воспитания как наказание. То есть когда мы воспитываем ребёнка через наказание. И, ну, так как у нас не занято было ничем другим это информационное поле по воспитанию, то, конечно же, очень многие воспитывали так детей. Старались, да, прививать духовные какие-то нравственные ценности, христианские принципы детям через наказание. Конечно, ничего хорошего не получилось. Ну, вернее, получилось, но, скорее всего, вопреки, чем благодаря. Тогда появилась такая другая немножко крайность, другая теория, когда говорилось о том, что не нужно детей воспитывать, не нужно их дисциплинировать. Всё, что они могут, ну, как они могут вырасти, на чём они могут вырасти, это на примере собственных родителей. То есть родители, они просто живут, стараются жить правильно, хорошо, а дети, они, смотря на своих родителей, они также, ну, в общем-то и вырастают, и воспитываются, смотря на пример своих родителей. Хочу сказать, что это очень хорошая теория, но если её брать только её, вот брать только именно вот в таком понимании, не в глубоком понимании, а вот в конкретном, да, то она тоже не состоялась как теория, вернее, она состоялась, но она не принесла правильных плодов. Потому что что такое воспитание, что такое дисциплинированность? Конечно же, дисциплинированность – это не наказание, дисциплина, да, там, дисциплина – это что? Это ремень, это наказание, это угол, это непослушание, да, вот такие ассоциации, которые возникают. На самом деле дисциплина и дисциплинированность, оно переводится как воспитание. То есть это не наказание, это воспитание, это понимание, это помощь своему ребёнку получить те навыки, умения, знания, которые бы мы хотели, чтобы они у него были в будущей жизни. Это помощь именно воспринимать уроки, наши уроки, адекватно. Когда мы понимаем, что нам нужна и дисциплинированность, и воспитание, и когда мы понимаем, что нам нужно и собственный пример, что наши дети, они должны учиться от нашего собственного примера, чтобы мы своей жизнью на самом деле показывали, как нужно жить. Нам нужно и первое, и второе. И вот я считаю, что вот на стыке вот этих вот двух вещей появляется такое интересное название, как интуитивная педагогика. Что значит интуитивная педагогика? Интересный такой термин, и я вам прочитаю именно объяснение, что это означает. Это искусство воспитания. В ее основе лежит интуитивное знание, заключающееся в понимании сути предмета, полученное благодаря рассматриванию, созерцанию, духовному видению, проживанию, переживанию фактов действительности. Что такое интуитивная педагогика? В принципе, само слово интуитивное, мы понимаем, что такое. Это интуиция. То есть это что-то вот на уровне интуиции, да? Оно как бы вот... Это не просто тебе вот, как сказать, как рецепт в книге, да? Кулинарная книга, в ней много рецептов, и вот тебе там написан рецепт. Нужно сделать, что там, лепешки, да, или булочки. И вот возьми там 200 грамм муки просей, положи яйцо, положи там масло сливочного, столько, замеси тесто, поставь его, значит, на 30 минут в холодильник, потом, значит, его нужно раскатать, сделать формочками печенье и запечь в духовке, да? И если ты строго идешь по рецепту, то в конечном итоге у тебя должно получиться печенье, которое еще обычно в кулинарной книге еще картинка, да, есть. Честно говоря, очень часто бывает, что и даже когда идешь четко по рецепту, у тебя на выходе не всегда получается то, что заявлено. Бывает, да? Вот у меня так бывает, особенно с выпечкой, потому что зависит многое, что. Во-первых, зависит от качества муки, зависит от духовки, как у тебя духовка греет, электрическая она или газовая, новая или старая. зависит от того, как ты правильно вымесишь тесто, сильно ты его вымесишь или наоборот, ты его недостаточно вымесишь. Ну, много-много факторов, от которых зависит, чтобы у тебя вышло. И так же и здесь, когда мы с вами, мы почему-то считаем, что воспитание, конечно, нам было бы проще, если бы нам, например, сказали, вот если ты, как мама, как папа, как пусть бабушка, дедушка, ты до 6 лет ребенка, ну, пока ему не исполнилось 6 лет, от рождения до 6, ты будешь делать, там, ну, например, ты будешь каждый день с ним 10 минут, там, допустим, делать зарядку, 30 минут ты будешь читать с ним книгу, причем еще список, да, книг приложить, да, какие книги, да, он должен, вы должны прочитать, столько-то времени вы будете играть, там, в игрушки, ну, например, там, в куклы с девочкой, с мальчиком в машинке, столько-то времени он будет у вас спать, ребенок, столько времени вы будете, там, посвящать, там, прогулки, столько-то времени, там, спорту, ну, короче говоря, если вам все вот это вот, ну, это удобно, да, тебе расписали, и если до 6 лет ты будешь с ребенком это все делать, То у тебя вырастет замечательный ребенок Отличник, спортсмен, чемпион Человек достойный И потом он в будущем будет замечательным подростком Который не будет тебе доставлять никаких проблем А вообще это будет потом взрослый человек Который подрастет, будет взрослый человек Мужчина ответственный, мужественный Добрый, порядочный, любящий семью И вот если бы мы вот все Вот у нас такие были бы рецепты Было бы замечательно, не правда ли? Но на самом деле мы даже знаем Судя по кулинарным рецептам Что не всегда у нас Следуя по этапам По этим Мы получаем именно то, что мы хотим Так, дорогие друзья, и здесь Мы не можем изначально предположить Что мы должны делать так Так, чтобы получилось у нас все Как бы мы хотели Это невозможно Конечно, со своей стороны Мы можем что делать? Мы с вами можем быть добрыми Христианами Добрыми, что я имею ввиду? Исполняющими две заповеди Первое Это возлюбить Господа Бога своего А второе Возлюбить ближнего, как самого себя Если мы будем стараться это делать Это уже полдела того, что мы можем сделать И второе Это воспитывать свою интуицию Быть хорошими Интуитивными родителями По отношению к своему ребенку Что это означает Лично для меня, как для мамы? Это означает то, что я должна знать своих детей Согласитесь, что даже в одной семье Рождаются дети И они не похожи друг на друга Я даже скажу больше Даже близнецы Они не похожи Они не идентичны Они похожи, да Но они не идентичны друг другу И в семье дети Они разные У меня две дочери И они абсолютно не похожи Друг на друга Я не про внешность Я про душевное сложение их Я про их характер И про их эмоциональное восприятие жизни Я про их умения Про их учебу Как они учатся Они разные абсолютно Они не одинаковые Они не похожи друг на друга И для того, чтобы знать собственного ребенка Для того, чтобы знать ребенка Нам что нужно? Нам нужно три вещи Для того, чтобы воспитывать в себе эту интуицию Чтобы мы были такими хорошими Интуитивными педагогами для своих детей Это три вещи нужны Это время Внимание И наблюдение Вот если мы еще расскажем Время нам нужно Внимание И наблюдение Время нам нужно Для того, чтобы как раз Перейти ко второму Ко вниманию И к третьему К наблюдению Сейчас все говорят Да, что Вот даже в интернет Зайдешь в соцсети Или где-то Везде вот Выложены такие тезисы Где говорится о том Что Ты сейчас там работаешь Ну Своего ребенка не видишь Это время пройдет И ты потеряешь это Да, ну Вот такие разные Социальные лозунги Социальные Такие тезисы Они такие немножко Конечно Ну как-то тебе Там внутри Да Какую-то червоточину делают Конечно Они правильные Да Они есть Они Они не Они может звучат пафосно Но на самом деле Так и есть У нас сейчас Кто вот Такая возможность Да Сиди дома На изоляции Я не знаю Это возможность Не для всех Это благословение Потому что люди Не могут работать Или обеспечивать себя Но если на это Посмотреть глазами Того что Наконец-то У тебя появилось Время побыть Со своими детьми То это хорошая Возможность Научиться Их замечать Научиться их Видеть И научиться Их понимать Давайте Воспользуемся Этим временем Будем более Внимательными К ним И более Наблюдательными Ведь нам Это нужно Правда Для того Чтобы понимать Друг друга Нам нужно Наблюдать И для этого Нужно быть Внимательным Не всегда Да У нас Получается Это делать Хочу прочитать Вам несколько Несколько вещей Которые мне нравятся И которые я выделила Я их так назвала Ну вернее Это не я назвала Не я назвала Есть заповеди Прям так и называется Заповеди Интуитивного воспитания Я выделила Несколько их Несколько их Конечно Мне хотелось Отвлекусь Немножко Снова От них Мне хотелось бы Как-то это Вот более Что ли Ну не знаю Как это сказать Более духовно Да Какие-то вещи Затронуть И вот До того Как я сейчас Прервалась Извините Что свою Такую логическую Цепочку Прервала Для меня Очень важно Я пришла В церковь В 16 лет Я считаю Что я была Еще ребенком Ну подростком И для меня Построение Отношения С Богом Как с отцом Это для меня Было очень важно И сейчас Уже вот Через много лет Я понимаю Что не случайно Бог С нами Строит отношения Как с детьми Он говорит Я ваш отец А вы мои дети Иисус говорит Вы мне братья Вы мне сестры Братья Да Вы мои друзья И не случайно Это Потому что Мы Все связаны Бог говорит Я ваш родитель В некоторых местах Он говорит Что он вообще Он себя сравнивает С матерью С кормящей грудью Он так и говорит Об этом Что я тот Кто вас кормлю Тот кто вас питаю Именно как мать Питает своего младенца Он говорит Что он наш отец И когда мы можем Приходить к нему И говорить О своих проблемах Нуждах Когда мы можем Плакать перед своим отцом Он говорит Я вас слышу Я вас понимаю И я отвечаю вам И это очень важно Когда мы так же с вами На основании этой позиции Да Как мы видим Как в Библии И как в наших Личных взаимоотношениях С Богом Да Как с отцом Видим его любовь к нам И мы оказываем Ему нашу любовь В словословии В наших жертвах В наших молитвах В нашей благодарности В нашем благодарном сердце Когда мы На этой любви Да Бог любит нас А мы любим Бога Строим взаимоотношения С ним Тогда мы с вами На такой же любви Мы как будто Эту любовь Безусловную Божью любовь Мы переносим На взаимоотношения В наши семьи Не только с нашими супругами Но и с нашими детьми С нашими там Детьми Или внуками Или племянниками Или вообще детьми То есть это Любовь безусловная Мы ее переносим Со страничек Священного Писания Из наших личных Взаимоотношений С Богом Отцом Переносим На Именно на Наши взаимоотношения С нашими детьми Конечно Все что мы не делаем Нами должна Двигать Любовь Когда у меня спрашивают Какие места Там описание Можно Конечно В Библии Есть место Писание Взаимоотношений Детей Родителей Их достаточно Много Они регулируют Какие-то Взаимоотношения Ответственности Наказания Или любви Но Когда я думаю О собственных детях И вообще О собственных Родственниках Близких мне людей Я руководствуюсь Посланиями Евангелиями Руководствуюсь Именно теми местами Где говорится О сверхъестественной Божьей любви Прочитаю вам сразу Тогда Из первого Коринфянам Все прекрасно Знаете это место Первое послание Коринфянам Тринадцатая глава Если я говорю Языками человеческими И ангельскими А любви не имею То я медь звенящая Или кимвал звучащий Если имею Дар пророчества Зная все тайны И имея Всякое познание И всю веру Так что могу И горы переставлять А не имею любви То я ничто И если я раздам Все имение мое И отдам тело мое На сожжение А любви не имею Нет мне в том Никакой пользы Любовь долго терпит Милосердствует Любовь не завидует Любовь не превозносится Не гордится Не бесчинствует Не ищет своего Не раздражается Не мыслит зла Не радуется не правде А сорадуется истине Все покрывает Всему верит Всего надеется Все переносит Любовь никогда не перестает Хотя и пророчества Прекратятся И языки умолкнут И знание упразднится Ибо мы отчасти знаем И отчасти пророчествуем Когда же настанет совершенное Тогда то, что отчасти прекратится Вот хорошее место Если мы понимая это Мы приступим К воспитанию наших детей Это уже больше половины Дела сделано у нас И вот я вам обещала Заповеди Несколько заповедей Интуитивной педагогики Первая Ну она не первая Но просто вот Которую я выделила Родители должны знать Не существует Универсального Стиля воспитания Или обучения Даже у родных Братьев и сестер Бывают разные Темпераменты И потребности Родители должны Придерживаться Своей системы Ценностей Но уважать Индивидуальность Ребенка Вот замечательная Заповедь А как мы можем Как мы можем Понимать Что у нас разные дети Ну или Пусть один ребенок Как мы можем Его понимать Для этого Мы должны за ним Наблюдать Для этого Мы должны быть Внимательными Очень часто Да И сейчас Очень много Возможностей Для того Для раннего обучения Давайте затронем Тему раннего обучения Очень много Курсов Очень много Семинаров Очень много Информации Очень много Книг Очень много Школ Очень много Садиков Где предлагают На этом Ставят акцент На раннем Обучении Детей Когда мы С раннего Возраста Многие даже Не так Многие даже Говорят Если вы Упустили До трех лет Вы ребенка Не научили Петь Танцевать Языку Или Двум языкам Не научили Читать Писать То вы Упустили Момент То есть Потом он Просто у вас Будет Обычный Ну как бы Или необычный Ребенок Или же Вот мне нравится Иногда есть Какие-то Параметры Параметры Сна Параметры Питания Например Вам говорят Ваш ребенок Должен Кушать Через Три Часа А ваш Ребенок Он Через Час Уже Голодный И вы Как Вы не Будете Кормить Через Час Своего Ребенка Вот у Меня Младшая Дочь Она До сих Пор Она Не Выдерживает Этого Времени Она Ей Уже Восемь Лет Но Она Вот Как Родилась Она Не Может Три Часа Выдерживать Она И сейчас Бывает Не Выдерживает Три Часа Она Выдерживает Меньше Времени Потому Что Она Очень Активная Она Тратит Очень Много Энергии И Эмоциональной И Физической Всякой Разной Она Активна В своей Жизни И все Интересно Поэтому Она Хочет Кушать Гораздо Быстрее Чем Нужно И У меня Никогда Не Возникало Такого Ну Поначалу Конечно Задумываешь Ты думаешь Ну тебе же Говорят Нельзя Надо Потерпеть А потом Понимаешь Ну Почему Я не могу Накормить Раньше Или Например У некоторых Дети спят Больше У некоторых Дети спят Меньше А нам Говорят Ребенок Должен Спать Почему Вы решили Может быть Именно Для вашего Ребенка Совсем Не нужно Столько Спать Или Наоборот Нужно Больше Спать Так же И здесь Мы Не должны До трех Лет И считать Что мы Если до трех Лет Не вложим В ребенка Все Что нам Предлагают Он Будет У нас Глупым Он Будет У нас Не совсем Развитым Или Мы Что-то Упустим Вы Знаете Вот Как Есть Наш Пастор Виктор Любит Говорить Что Законы Физические Законы Здесь На земле Их Сотворил Господь И Когда Идет Нарушение Какого-то Закона Это Как Чудо Это Как Скорее Всего Как Исключение Так же И здесь Наши Дети Они Растут И Для этого Роста Им Нужно Время Силы И Определенные Затраты И Почему Мы Думаем Что Мы В какое-то Ограниченное Количество Времени Должны Вложить Все Что Мы Можем Вложить Бог Он Таким Чудом Сделал Что Дети Наши Растут И Обучаются На данный Момент До 17 18 лет Средняя Школа У нас Заканчивается У меня Старшая Получается Так Что Она Пошла Чуть Позже В школу 18 Лет Окончила Кто-то Окончивает 17 Кто-то 16 По-разному Бывает Но И Все Предусмотрено Очень Мудро Я Уверена Что С Божьей Помощью Что В каждый Период Жизни Возрастной Ребенка Ну Вкладывается Именно То Что Ему Нужно На тот Момент Не Нужно Сделать За Три Года То Что Можно Вложить Или То Что Может Ребенок Познать За 10 Лет Это Не Требуется И Очень Много Кстати Примеров Которые Это Подтверждают Когда Дети Допустим Они Читают Пишут То Потом Через Какое-то Время Им Просто Становится Неинтересно Они Дальше Это Не Продолжают Потому Что Им Сложно Учиться Или Ну Какие-то Вещи Вообще Я Считаю Что Если Мы Ребенка Научим Быть Добрым Любящим Хорошим Человеком И Это Будет Самое Главное Не Самое Главное Будет То Что Он Будет Знать Три Языка Быть Замечательным Математиком Крутым Да Таким Программистом Или Там Каким-то Еще Ну Просто Супер Человеком И Это Будет Достижение Это Как бы Мы Можем Себе Галочку Будет Поставить Но Вот Если Он Будет Ответственным Добрым Любящим Человеком Помогающим Другим Людям Добрым Христианином То Тогда Вот Здесь Мы Можем Поставить Галочку Но Здесь Уже Действуют Другие Законы Не Законы Нашего Успеха Которые Мы Пытаемся Насадить Да А Другие Вещи Это Понимание И Любовь Интересно Что Один раз Мне Старшая Дочь Сказала Такую Вещь Мы Как-то С ней Разговаривали Она Просто Мне Ну Хотела Мне Рассказать Я Уже Не Помню Но Он Сказал Мама Я Тебе Хочу Рассказать Послушай Меня И Она Мне Рассказывала Я Ее Слушала И Как Обычно Мне Захотелось Как Быть Ее Поправить Как То Захотелось Мне Показалось Что Она Немножко Неправильно Понимает Ситуацию И Мне Захотелось Как Дети Иногда Говорят Поучаем Какие То Свои Пытаемся Истины И Я Начала Говорить Говорить Она Мне Снова Прервала И Говорит Послушай Меня Я Говорю Так Я Тебя Слушаю Ты Мне Рассказывай Я Тебя Слушаю Она Говорит Да Ты Меня Слушаешь Но Ты Меня Не Понимаешь То Есть Это Тоже Очень Важно Когда Мы С вами Наблюдаем За Ребенком И Мы Не Просто Видим То Что Он С 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 что он нам говорит, но мы еще и понимаем его. А для этого нужно наблюдать и быть внимательным, да, смотреть. Некоторые говорят, ну я вот не разбираюсь в темпераментах ребенка, или, например, иногда, да, там предлагают какие-то тесты проводить и все. Я хочу сказать, что это не самое главное, именно обладать знаниями по тому, какие есть характеры, какие есть темпераменты. Конечно, ну иногда, если это интересно, это нужно развивать, смотреть, читать, слушать. Но если ты просто очень любишь своего ребенка и стараешься замечать его, да, то ты всегда поймешь, что в данный момент ему нужно с его темпераментом и с его историей развития, да, как он развивается. Хорошо, давайте вторую заповедь. Родители должны быть терпеливыми и знать. А вот то, что вот я уже к чему перешла. Родители должны быть терпеливыми и знать. В их распоряжении 18 или даже больше лет, чтобы направлять развитие ребенка. Не надо поддаваться желанию ускорить развитие или впихнуть знания в голову ребенка до того, как он будет готов к этому. Прочитаю следующую сразу же вам заповедь. Родители должны закладывать у ребенка основы взрослого мышления. Им надо научить детей избегать обманных схем быстрого обогащения. Детский мозг настраивается на размышления и решение задач. А эти качества можно адаптировать к любым знаниям, которые появятся в будущем. Хочу, скажу, напомню вам одну из цитат Сократа. Может быть слышали, да? Он сказал, что образование – это как разжигание пламени, а не заполнение сосуда. Еще раз вам скажу. Это разжигание пламени, а не заполнение сосуда. Нам иногда кажется, что именно образование, ну, то вот учить, да, как бы знания, что это просто нам нужно обогатиться этими знаниями, да, получить как можно больше знаний. Ну, там, по истории, по физике, по химии, да, по разным-разным предметам. Но на самом деле это разжигание пламени, это научить ребенка хотеть учиться, научить ребенка получать знания. Я, когда училась в университете на историческом факультете, ну, у нас образование, да, там наше советское образование, да, и я готовилась, когда к учебе на историческом сдавать экзамен по истории, то вы себе представляете, что значит сдавать экзамен по истории. То есть нужно знать всю историю. Причем, что значит история? Это не просто события, да, которые сменяют себя с какой-то периодичностью, это даты этих событий, это место, где находится. То есть это все, это география, это, ну, короче говоря, взаимоотношения, это и как у нас сейчас общество знаний, то есть все-все-все туда. Да, в историю входит, ну, куча, куча, то есть это события, почему эти события произошли, последствия этих событий, как они развивались, и вся эта, вся, то есть и древняя история, и новая история, новейшая история, история других стран, взаимоотношения между странами, я не знаю, но это, короче, куча информации. И когда я готовилась к экзамену, я думала, ну, это просто нереально. И вот мы, когда мы учились в школе, мне все время говорили, ты должна это все знать наизусть, все это должна знать. Я очень любила историю, но к концу подготовки к экзамену я ее просто ненавидела. Мне казалось, я не хочу уже эту историю. Вот, но когда поступила, сдала экзамен и начала учиться, и у нас вот сразу же с первого курса было куча историй, все история была там. И древнейшая история, и история, ну, разные-разные истории, там, история России, история, там, других стран, и они там поэтапно, по разным временам. И у меня были очень хорошие учителя, они говорили мне, Юля, тебе не надо знать все, тебе нужно понимать историю и любить ее. А знание дат и событий, даты и, допустим, и места, где это происходит, тебе не нужно наизусть знать. У тебя есть справочник, у тебя есть литература, у тебя есть... Вот сейчас у нас есть интернет, да, у нас есть телефон, то есть у нас есть много реальных возможностей. Также здесь мы детям должны помочь научиться, учиться и любить учиться. Конечно, как бы в этом нам мало кто может помочь. Ну, не буду говорить про школу, не будем эту тему затрагивать, школу нет в этом сейчас смысла. Вот, но мы с вами со своей стороны должны в любом случае маленький ребенок, взрослый уже, подросток, молодой человек. Мы должны помочь научиться любить, учиться и понимать, как можно это делать. Я очень тоже любила математику, когда я изучала математику, училась, то мой папа, он ее тоже очень любит, математику. И когда у меня не получалось решать, я училась в математическом классе, у нас были сложные задания, у меня не получались задачки, то тогда папа никогда мне не решал их. Но он мне помогал захотеть их решить. Он меня наводил на какие-то мысли, вплоть до того, что мне рассказывал какие-то чудесные истории. Как люди не знали, как решить, не понимали, но потом они как-то вот увидели это с другой стороны, мы поняли, он научил меня рисовать, чертить, ну то есть вот понимать. И у меня начало получаться, то есть когда он меня заинтересовывал, то у меня начинало получаться. Так же и здесь, как говорят, не надо рыбу давать. Человек, который голоден, не надо рыбу давать, надо ему научить пользоваться удочкой. Так же здесь мы должны помогать, помогать учиться анализировать, да, происходящих событиях. Как мы можем это сделать? Вы знаете, что самое странное для нас, для взрослых, именно любить учиться и уметь анализировать ситуацию, помогает самая простая вещь. И может быть вы уже догадались, если не догадались, может быть для вас это будет сюрпризом. Это игра. Это игровая деятельность для детей. Конечно, в каждом возрасте она разная. Маленькие детки, они играют не так, как уже 8-летние девочки и мальчики, но это игра. И она очень важна. Сразу хочу сказать, может для кого-то слово игра, оно радостное, ну как бы вот у вас только оптимистичные вызывают ассоциации. Я как раз в той категории родителей, для которых всегда слово игра вызывало немного, ну не оптимизм, это точно. Я хочу сразу сказать, я не знаю почему, я пока сама с собой не разобралась, но я не люблю играть. Ну так получается, не люблю. Ну в общем не люблю играть. Я не умею вот так вот сидеть, ну просто так, ну как вот, как говорят, давай поиграем в больницу, ну давай. Или например, давай поиграем в дочки матери, давай. И я там беру, ну там, дочь моя берет куклу какую-нибудь, я там беру, ну тут у меня не кукла, вот там, куколку, да, и она там берет, и вот мы просто с ней, да, привет, как дела, да, хорошо дела. Ну вот не люблю так играть. Ну, я понимаю, что для детей очень важна игровая деятельность. И тогда, конечно, некоторые из нас, они себя заставляют. Но вот как раз, вот я не тот человек, который может себя заставить, просто взять и заставить, потому что надо. Я люблю все адаптировать. И я предлагаю вам тоже, если вам сложны какие-то моменты, сейчас не только про игру говорю, а вообще про какие-то взаимоотношения, да, сложно, кому-то гулять не нравится. А почему нет? Почему? Может быть, кому-то и не нравится гулять, кому-то не нравится читать. Такое тоже возможно. Не все, может быть, любят читать. Такое бывает. Или еще что-то. Тогда вы эту деятельность, вы не можете сказать, тогда мы не будем играть. Я не люблю. А я не хочу быть неискренним, да. А вообще хочу сказать, с детьми нельзя быть неискренним. Ну, их нельзя обмануть. Тут действует только такой механизм. Они чувствуют обман. Они очень четко, очень ясно чувствуют, когда их обманывают или им лгут. Когда притворяются, что с ними интересно или что эти взаимоотношения нравятся. Нельзя. Надо быть всегда искренним. Поэтому ты как бы не можешь и деятельность, которая нужна, допустим, чтение книг или игры, удалить из жизни ребенка. Ты не можешь его оставить самим по себе, да, потому что он нуждается в тебе. Да, дети, они играют сами. И они должны сами играть. Особенно там лет с четырех они должны уметь играть и занимать себя самостоятельно. Но, тем не менее, даже восьмилетние дети, они нуждаются в игре вместе с родителем. Там пять минут в день, десять минут в день, все равно нужно им играть. А еще есть такой вид деятельности, как ролевые игры, когда можно проигрывать какие-то неприятные моменты. Или, например, вам хочется объяснить, да, какое-то непонимание с ребенком. И это тоже можно проиграть. Так как сделать это, любимый? Как полюбить? Вот открою вам небольшой секрет. Это нужно адаптировать для себя. Что значит адаптировать? Понять, а ты что любишь? А вот ты, Юля, да? Я, Юля, что я люблю? Да, я не люблю вот так вот играть. Привет, привет, пойдем туда, пойдем. Но я очень люблю ролевые игры. Имею в виду, когда я могу анализировать ситуацию. Когда я, как сказать-то, смотрящий сверху, это мне интересно. Когда, например, у меня была такая ситуация со старшей дочерью, какой-то был период, когда ей было, по-моему, три года, она очень плохо засыпала. И она тоже очень, такая девочка была эмоциональная, именно энергичная. У нее это все физической энергии было. Мы старались ее занимать как-то, чтобы она физически развивалась посильнее, да, чтобы она там спортом занималась. Но ей все равно бывало так, что очень много энергии оставалось. И перед сном она для того, чтобы уснуть, она капризничала. Она не могла. Ей нужно было поплакать и покричать. И надо было всем заявить ему, белому свету, что спать она не будет, в ванну она не пойдет. Ну, то есть, вот такие моменты. И тогда я с ней просто играла. Эти все ситуации мы с ней проигрывали. И после двух, после двух, трех раз, если вот проигрываешь ситуацию, да, то тогда ребенок тоже начинает себя видеть со стороны. И он начинает понимать, как он может действовать по-другому. И простая игра точно так же. Когда ты не любишь играть так, ты можешь любить играть по-другому. Просто нужно прислушаться к себе. Я вот, например, люблю играть в настольные игры. Очень сильно люблю. И когда моя дочь, младшая сейчас, она хочет поиграть со мной, то я, либо мы с ней идем на компромисс. Я играю с ней, допустим, какое-то небольшое время в то, что ей нравится. А потом мы играем с ней в настольные игры. Или сейчас она уже сама знает, во что я люблю играть. Она мне предлагает играть в то, что я люблю. То есть, там, там, иммагинариум или там просто входилку в какую-то, да, или там монополию. Ну, какие-то игры, которые именно я люблю. И это касается всего так. Иногда нам кажется, вот, что нужно делать, ну, по правилам, да, по каким-то. Я хочу сказать, нет, будьте чувствительны к своим детям. Чувствуйте их. Для каждого ребенка свое правило существует. Не бывает так, что одно для всех одинаковое. Кто-то больше любит рисовать. Кто-то больше любит читать. Кто-то любит больше петь. Кто-то больше любит танцевать. Чувствуйте, смотрите. Также в чтении книг. Никогда не нужно читать то, что, как бы, тебе кажется нужно. Мы уже привыкли, что у нас есть списки литературы, да, на каждый год. Каждому лету, каждому возрасту, да. Нам говорят, вы должны прочитать такие книги. Но это не обязательно так. Вы можете читать то, что вам интересно. Знаю одного замечательного педагога. Она вообще интересно поступала. Она своим детям на лето задавала книги, да. И говорила, что вот я вам даю, если вот, как бы, вы не знаете, что вы можете прочитать. Но вот у вас есть книги. Но если вы хотите прочитать что-то другое, читайте другое. Она даже разрешала читать инструкции к различным видеоиграм. А там же, если вы видели, бывают такие толстые-толстые книги. Или, например, комиксы. Или еще какие-то, да. То есть нужно заинтересовывать. Можно читать по ролям. Это очень интересно. Есть разные, много способов, когда мы можем, прислушиваясь к своему ребенку, понимать, что нужно для него, для его развития, для его обучения. Следующая заповедь, которую я выделила. Родители знают. Ребенок должен ошибаться, чтобы научиться чему-либо. Это очень важно и очень нужно. Здесь, знаете, здесь уже, бывает так, действует чисто психология. Когда мы сами... Давайте сейчас... Вот наши дети, да, они сейчас подождут. А мы с вами, мы с вами позволяем себе ошибаться, чтобы научиться чему-либо. Ведь это зависит от нас. Если мы с вами не научились ошибаться, и из этих ошибок доставать что-то нужное, важное, то тогда мы, конечно, для нас это будет большим, большой проблемой, когда будут ошибаться наши дети. Мы редко сможем позволить им ошибаться. Или это для нас будет очень тяжелым восприятием ошибок наших детей. Давайте будем прислушиваться к себе, позволять себе ошибаться и позволять ошибаться нашим детям. Это как принятие самого себя, да. Я вот, кстати, не так давно научилась принимать себя со всеми... Со всеми чертами, да. Как сказать, вот такая, какая я есть. Мне казалось, что когда я радостная, я вот сияю, да, с улыбкой на лице. Я красивая, я себя принимаю. Но когда я грустная, или когда у меня плохое настроение, или когда, допустим, ну вот что-то, да, тревожит тебя, тогда мне себя очень сложно принимать. Как будто это я уже не я, или я не соответствую образу, да. Начинаешь себя сравнивать с Библией, сравнивать с... Каким меня Бог видит. И вот Бог мне сам проговорил сердце и сказал, что его любовь, она не как бы не за что-то, да. Она вне условий. Она безусловная любовь. И я ему дорога, и принимает у меня любовь. То есть именно хочу сказать, что вот эти вот проявления чувств, какие у меня могут быть, какие могут быть у вас, там, слезы, я не знаю, даже крик, еще что-то, да, плохое настроение. Что эти проявления, они у нас есть. Это точно так же, как в мире, да, много красок. Мы с Ириной начали рисовать, вот на изоляции, очень интересно, смешивать краски. И вот если взять три основных краски, ну, плюс белая еще, да, красную, синюю, желтую. И если их смешивать, другие краски, они не нужны. То есть с этими смешениями будет очень-очень много красок. Они разные. Так вот, если рисовать картину, то нужны все эти краски, все эти тона, полутона, которые получаются. Они бывают яркие, бывают пастельные, спокойные. Они бывают холодные, бывают теплые. И они все нужны. Без них не получится той красоты. Даже вот радуга, представьте, радуга, это Божье, да, знамение на небе. И сколько, да, на ней красок. Ну, как бы мы привыкли, что их семь. Там каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Но если вы подглядитесь, у них переходы очень спокойные, очень плавные. Там очень много оттенков. Разве можно сказать, что фиолетовую или серую краску мы должны убрать? Нет. Полнота нашей жизни в том и есть, что в нашей жизни, да, есть и доброе, и есть. Что мы считаем недоброе, но оно, возможно, тоже доброе для нашей жизни. Также здесь мы имеем разные чувства, эмоции. И мы понимаем, что мы прекрасны с ними. И наши дети так же точно. Они ошибаются. И они проявляют свои чувства, эмоции точно так же, как и мы. И это хорошо. Они вот такие. Они красивые. Они интересные. Они разнообразные. Такие, какие они есть. Следующая заповедь, которую я выделила. Родители гордятся своим ребенком. И с удовольствием общаются с ним, независимо от его темперамента и стиля обучения. Девочки и мальчики понимают. Их мамы и папы помогут им, если надо. Но вообще-то от них ждут самостоятельного решения проблем. Давайте я еще раз прочитаю. Родители гордятся своим ребенком и с удовольствием общаются с ним, независимо от его темперамента и стиля обучения. Девочки и мальчики понимают. Их мамы и папы помогут им, если надо. Но вообще-то от них ждут самостоятельного решения проблем. Вы знаете, очень сложно нам это сделать бывает. Нам хочется, как бы сказать, вот как я вам читала о детях Халили Джебрана, что мы видим сходство с нашими детьми. Да, мы в наших детях видим самих себя. Ну, я имею в виду наша внешность, наше лицо. Там бывает даже походка, осанка, голос. Вот у меня со старшей дочерью один в один голос. Иногда не могут разобрать, кто это я или она. Отвечаем по телефону или по домофону. Мы видим в наших детях самих себя, но мы не должны ждать, что наши дети, они будут продолжать нашу жизнь. Что они будут похожими на нас. Что они воплотят наши жизненные мечты, да, то, что мы с вами хотели бы сделать. Нет, они свои собственные. Как говорит дядя Федор, я мальчик, я свой собственный. И они должны принимать свои решения, они должны занимать свою позицию во всем. И мы должны уважать их за это, уважительно относиться. Вы можете мне сказать, а как же, мы же отвечаем за них? Да, мы отвечаем за них. В этом и искусство воспитания. В том, что мы с вами должны их научить воспринимать эти уроки, понимать их. И они должны научиться сами принимать собственные решения. И эти решения, они должны быть такими же, да, как говорит Священное Писание. Или нести в себе доброе, хорошее, то, что в этом мире, то, что предполагается. Это сложно, да, но в этом нет сложности напряжения. В этом есть, знаете, в чем сложность? В том, что это будет занимать наше время. Это требует нашего времени. Это требует нашего включения в их интересы, в их жизнь. Что мы не можем, как бы сказать, спустя рукава смотреть на них. Или в полуха слушать, да, их. Мы не можем, если мы уже заинтересовались, да, игрой. Или мы с ними чем-то занимаемся. Или мы слушаем своего подростка, у которого есть проблемы. Мы не можем это делать в полуха, с телефоном. Или на кухне, когда, да, мы готовим. Нет, вы должны полностью этому посвятить себя. То есть отключиться от какой-то своей деятельности, переключиться на своего ребенка. Мне нравится, прочитаю вам, очень нравится то, что говорит Януш Корчак, да, известный, знаменитый педагог. Диана очень хорошо проповедовала о нем. Но я хочу прочитать, что в его, что в его понимании, кто такие дети и что такое воспитание. Немножко вам прочитаю. Главный принцип системы Януша Корчака. Это самовоспитывающая активность детей. То есть дети, они сами себя могут воспитывать. Вы знаете, это я не какой-то похвале говорю, а как бы я иногда сейчас, когда общаюсь со своими девочками, я воспитываюсь от них. Отношения получаю от них, через них. Когда, например, я что-то говорю, да, какие-то вещи, а кто-то из них может мне сказать, мама, а ты говорила по-другому. Или мама, а ты делала по-другому. Или ты объясняла совсем по-другому. Посмотри, или как-то они, или же, например, моя младшая, когда бывает разговаривает со своим отцом, со своим папой, со своим мужем, то я в этих разговорах, в этих диалогах могу видеть саму себя. И иногда мне это нравится, а иногда мне это не нравится. Что это? Это наше взаимопонимание, это наше взаимоотношение. И мы должны к этому идти и это достигать. Конечно, мне хотелось бы побольше поговорить еще о разных приемах. Вот, если получится, можно записать будет еще один урок о приемах, да, которые могут преодолевать какие-то препятствия, которые есть у нас. Конечно, в воспитании детей, в отношении с детьми в разных возрастах, это разные приемы. Мы не можем взаимодействовать с ребенком 5 лет и точно так же с дочерью 15 лет. Мы не можем, даже бывает то, что мы, какие-то приемы, какие мы принимали, допустим, с 4-летним ребенком, уже с 7-летним они, ну, не могут совпасть. Они разные, да. И, конечно, было бы интересно поговорить о самих приемах. Вы это можете почитать, вы это можете найти. Если вам интересно, вы можете меня спросить, а я вам просто расскажу, где вы можете об этом посмотреть. Вот, но если удастся, можно будет поговорить. Очень интересно, я уже говорила, играть в ролевые игры или рисовать картины, или просто картинки рисовать, или просто цвета подбирать. Очень интересно выстраивать диалог. Вот сейчас, например, я очень люблю со своей 8-летней дочерью, именно мы играем с ней в такую игру, интервью называется. Когда я интервью, ну, как журналисты, но немножко иначе выходит у нас. Когда я готовлю какие-то, ну, как я готовлю? Я не готовлю, они у меня есть всегда, эти вопросы к ней разные-разные. Мне нравится ее подлавливать на каких-то моментах, или мне интересно знать ее мнение, что она думает обо мне, или каких-то наших противоречиях, когда мы с ней смотрим на ситуацию по-разному. И я ей просто задаю вопрос, она мне отвечает. Вот у нас такой идет диалог, интервью. Я интервьюер, она у меня отвечает. Я ей задаю вопрос, и она мне отвечает. Ну, конечно же, мы с ней меняемся местами, и потом она мне задает вопрос, и я отвечаю. Вот, очень интересны вот эти вот моменты. Давайте мы в следующий раз с вами поговорим о них. Надеюсь, у нас это получится. Будет тоже очень интересно. И в конце помолимся с вами. Единственное, что хотелось бы еще вам сказать, кроме вот этого вот сердца нашего, наполненного любовью к нашим ближним, к нашим детям, еще нам очень нужно, конечно, терпение, да, и верность. Что я имею в виду? Вот во всех вот этих моментах, когда мы можем наблюдать, разговаривать, объяснять, да, читать книги, читать Библию, рассказывать какие-то истории, то, и вообще вот в этих моментах воспитания очень важна последовательность. Ну, вы же слышали, да, что последовательность нужна там, ну, про наказание обычно говорим, да, что если ты обещал, что вот если ты так, так не сделаешь, то ты будешь наказан. Или, например, если ты, ну, заберешь что-то без спросу, да, вот ты взял вещь без спроса, или деньги без спроса, то ты будешь наказан. Ну, там, например, не пойдешь гулять, да, сегодня, или там не будешь играть в игру на компьютере, да, в компьютерную игру сегодня, или там неделю, то очень важно быть последовательным. Если ты уж пообещал, то ты должен сдержать свое слово. Так вот, я вам хочу сказать, точно так же, очень важно воспитание, последовательность, не только в наказаниях, ну, вот в таких, а именно еще и в поощрениях. То есть, если вы что-то ребенку пообещали, то вы должны держать свое слово до конца. Если вы пообещали ребенку погулять с ним, вы должны с ним погулять. Если вы пообещали почитать, то вы должны обязательно почитать. То есть, самое главное в этих отношениях с детьми, еще плюс к любви, это то, что они начинают нам доверять. И вот это вот доверие их к нам, оно должно быть всегда постоянным. Мы, когда мы с вами говорим о Божьей любви к нам, то мы не сомневаемся в этом, правильно? Наше доверие в Божью любовь, оно не терпит сомнений, ибо он верен, терпелив к нам. Также здесь дети, они, мы, как бы сказать, завоевываем их доверие изначально. Они нам доверяют. Мы не должны потерять это доверие. Потому что, когда дети маленькие, они только набирают, да, вот это вот понимание. И они доверяют нам, безусловно. И мы не должны, если мы хоть чуточку дадим сомневаться, то тогда, когда они вырастут уже, повзрослее становятся, подростками, то тогда это может сильно пошатнуться, да, наше взаимоотношение, наше доверие, оно должно быть четким. Вы мне скажете, а вообще это возможно? Это же идеал какой-то. Я хочу сказать, опять же это касается, как мы относимся к самим себе. Родители, они не идеальны. Вообще любые родители, они не идеальны. Я, как родитель, я не идеальна. Я понимаю, что я могу крикнуть, я могу быть недовольна, я могу не сдержать свое слово, я могу быть в чем-то непоследовательна. Но я всегда признаю свои ошибки. Если я в чем-то обидела, дочь, или, например, была неправа, то я всегда попрошу прощения и скажу, что я была неправа. Это всегда очень важно. Важно говорить не только о нашей любви, но и признавать свои ошибки, и это обязательно вслух говорить. И тогда наше доверие, доверие детей к нам, оно не будет, не пошатнется. Они будут знать, что мы тоже не идеальны, но мы их любим, и мы умеем просить прощения, признавать собственные ошибки. Давайте помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам, за Твою милость к нам, ибо Ты наш Отец, мы Твои дети, Ты заботишься о нас, и мы очень любим Тебя. Мы молимся сейчас и просим, благослови наши семьи, благослови наши взаимоотношения с нашими детьми, с нашими родными, близкими. Дорогой Господь, мы хотим быть любящими, заботливыми, терпеливыми, последовательными. Мы хотим заботиться о наших детях и любить их Господь, безусловной любовью, которую Ты любишь нас. Мы хотим, чтобы они научились любить Тебя, а они, Господь, благословляли Твое Святое Имя, и они возрастали в Твоей любви и в любви людей, которые находятся вокруг них. Благослови и в эти дни, Господь, защити и сохрани жизни наших близких, наших детей, защити и сохрани здоровье, Господь, во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя. Аминь. Если у вас есть какие-то вопросы или предложения, или комментарии, обязательно оставляйте их. Если у вас есть вопросы, комментарии к другим педагогам, наших библейских курсов, учителям, прошу тоже обязательно пишите, они очень хотели бы отвечать на все ваши вопросы. Спасибо вам. С миром Божьим.